Всем привет, с вами Томо и сегодня у нас будет обзор на небольшое обновление игры My Little Pony от компании Game Loft. Это обновление посвящено Дню Сердец и Копыт или по-нашему Дню Святого Валентина и об этом можно догадаться уже по начальной заставке. Давайте посмотрим, какие еще изменения в интерфейсе нас ожидают. Полностью переделан дизайн выпадающего списка в правом верхнем углу, теперь сам свиток розового цвета, а печать содержит сердечко. А выпадающий список слева оформим в виде книги с любовными зельями. Посмотрим, какие обновления ждут нас в магазине. В Ponyville новых поняш не прибавилось, однако мы видим, что цены, упавшие на Новый год, заново поднимать не стали. В Контерлоте же нас ждет очень приятный сюрприз в лице А.К. Герлинг. Как мы все помним, это гражданское прикрытие Derring Doom. Магазинов новых нет, а вот среди декора появилась очень красивая храм-пирамида за 25 кристаллов, а также деревья, которые почему-то названы пальмами. На вкладку декора Ponyville добавили просто огромное число украшений сердцами. Милые ворота, фонтан-сердечко, любовное зелье, колонна с сердечками, милый фонтан, милая романтическая ваза, большая милая ваза, красные флаги с сердцами, желтые флаги с сердцами, маленький розовый куст, большой розовый куст, камень-сердечко, милая кушетка, 100 делик на двоих, милая беседка, куст-сердечко и т.д. Украшать Ponyville мы будем долго и тщательно. И давайте приступим к заданиям. День сердец и копыт. Всем привет, приближается день сердец и копыт, так что пора приниматься за работу, украсим Ponyville. Купите маленькие милые вазы, причем в количестве одной штуки. Милая романтическая ваза стоит всего 3000 битцев и давайте ее приобретем. Разве не красота? Они придают Ponyville совсем другой вид. Вторую брать мы не будем, давайте посмотрим дальше. Летающие сердца. День сердец и копыт вот-вот наступит. Как бы нам напомнить всем жителям Ponyville, что в воздухе уже пахнет любовью. Интересно, как это любовь пахнет. Купите желтые флаги с сердцами, купите большую милую вазу. Флаги с желтыми сердцами 4000 битцев. Я думаю, мы можем себе это позволить. И большая милая ваза. Два кристалла. Ну ладно, давайте тоже купим. Поставим куда-нибудь сюда. Клянусь вечно служить любви. Вот что должны говорить эти украшения. Давайте посмотрим дальше. Благоухание роз. Иногда хочется просто помечтать и насладиться благоуханием роз, правда? А уже в день сердятся копыты подавно. Купите маленький кусты роз, причем опять в количестве одной штуки. Маленький розовый куст стоит 1120 битцев и, конечно же, мы его купим. Что за аромат? Нет на свете никого, кому бы он не понравился. Посмотрим следующий квест. Под ковром. Травка это чудесно, но бывают праздники, когда хочется теплоты и уюта. Давайте украсим дорожки красивыми коврами. Это будет очень странно смотреться. Купите ковры с сердцами, купите большие розовые кусты и купите камни сердечки. Коврик сердечка 9600. И он очень крайне странно смотрится на зеленом газоне. Но давайте расположим его под деревья, раз уж он у нас идет с деревом в комплекте. Но второй мы пока брать точно не будем. Далее по квесту нам надо купить большой розовый куст. И он у нас стоит 4880. Я думаю надо брать. И третий предмет по квесту. Камень сердечка 12000 битсов. Смотрится как кристальное сердце, только почему-то розового цвета. Красота, ковры никогда не бывают лишними. Возможно. Хотя спорно. Следующий квест. Фонтан любви. Я думаю в надень сердца копыт нам не помешал бы красивый фонтан. Кажется я видела неподалеку как раз такой, как нам нужен. И она предлагает его взять и перенести. Купите милые фонтаны. Милый фонтан 33200 битсов. Тут я хочу обратить внимание на то, почему у меня так много этих самых битсов. На самом деле в этом нет никакого большого секрета и тем более никакого читерства. Это просто честно заработанные деньги на магазинах. И вы вполне можете накопить такую же сумму. Фонтаны завораживают. Следующий квест. Волшебный эликсир. Любовный эликсир прекрасное средство, которое поможет даже самым застенчивым пони набраться смелости и наконец пригласить любовь всей своей жизни на свидание. Купите любовное зелье и купите милую кушетку. Очень странное сочетание этих двух вещей в одном задании. Любовное зелье. 24400 битсов. Я очень надеюсь, что пони на этом столике будут варить только действительно любовное зелье и никакие другие. И вообще вся эта тема с любовными зельями мне очень напоминает Гарри Поттера шестую часть. Так и теперь нам надо купить еще кушетку в довесок. 17000 битсов. Давайте поставим ее напротив фонтана. Теперь у каждого пони будет шанс завоевать свою любовь. Как бы двусмысленно это не звучало. Следующий квест. Преданная любовь. В панифеле царят любовь и согласие. Давайте украсим наш городок еще немного. А потом они посидели еще и еще. Купите колонны с сердечками. И колонны с сердечками стоят 35 кристаллов. Пока такие деньги мы тратить не будем, потому что это почти вся сумма кристаллов, которая у нас есть. А лучше посмотрим, что мы можем купить за кристаллы в контрлоте. В контрлоте тоже полностью щас весь снег, но и темни декоративные элементы, как вы видите, у нас никто не отбирал. И я думаю, вот на этой площадке мы расположим наш храм. На А.К.Ерлинг у нас все равно кристаллов пока не хватает. И я думаю, на нее еще будет скидка. И храм пирамиды стоит 25 кристаллов. Я очень хочу его купить и давайте на него потратимся. Вот такой замечательный красивый храм будет стоять на этой полянке. Я думаю, что он стоит своих денег. Он очень детализированный и красивый. Хотя я несколько мелковат для таких огромных пони. И в комплект к нему купим несколько пальм. По одной штучке хотя бы. Хотя, конечно же, это просто болотные деревья. И еще одно дерево другого вида. Двойное. Я думаю, его стоило купить, потому что госпожа Еллинг никуда не денется из списка пони. А вот декоративные элементы после окончания праздников убирают из магазина, и они будут больше недоступны. Хотя, конечно, может быть, это не относится к этой пирамиде. В вырезанном фрагменте я немножко прибралась на нашей любовной полянке и купила еще декоративных элементов. А колонны сердечками мы смело пропустим. Понивиль готов к празднику любви. Неужели? Хотя я очень сомневаюсь. Давайте посмотрим дальше. Столик в ресторане. Романтический ужин – неотъемлемая часть дня сердец и копыт для любой пары пони. Давайте убедимся, что всем хватит места. Купите столик на двоих. И столик на двоих стоит 32 тысячи, то бишь 16 тысяч на одного пони. И поставим его напротив уже купленного ранее. А еще немного музыки и несколько свеч. Ужин будет незабываемым. И следующий квест. Часовня для влюбленных. После романтического ужина многие пони захотят поглядеть на звезды в времени. Надеюсь, в городке хватит места. Купите милая газеба. Купите милые ворота. Начнем с милых ворот, которые стоят аж 88 тысяч битсов. Как хорошо, что для меня это не проблема. Обратите внимание, что мне пришлось купить вторые ворота, несмотря на то, что одни у меня уже имеются. Это потому, что декоративных элементов можно покупать несколько и купленные ранее в квестах не учитываются, в отличие от магазинов, которые можно купить в единственном экземпляре. Поэтому, если у вас ограниченное число битсов, то не торопитесь покупать декоративные элементы и подождите, пока вас попросят купить их по квесту. И вторым элементом по заданию у нас было приобрести. Это не то задание. Какая жалость, что у них одинаковые иконки. Вторым предметом была милая газеба. И оно стоит 30 кристаллов. Таких денег у нас нет, поэтому это задание мы пропустим. Чудесно. Прогулка в таком чудесном месте – прекрасное завершение любого свидания. И следующий квест. Влюбленные в Пани Вилли. Знаете, было так весело готовить Пани Вилли контрлойка «Одню сердец и копыт», что я принимаю решение. Я остаюсь. Поприветствуйте Лав Старк. И как мы помним, она стоит аж 215 кристаллов. Такого количества кристаллов у нас нет, и будут они не скоро. И я думаю, поскольку это квестовая пони, на нее могут быть очень неплохие скидки и стоит подождать. Вот такой вот день сердец и копыт в Пани Вилли. Жалко, что в контрлоте нам не предложили для покупки никаких вещей с сердечками, но я думаю, он наверстает свое в следующих обновлениях. А я не сомневаюсь, что они будут. Надеюсь, ролик был вам интересен и полезен. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. До встречи в следующих обзорах и роликах. Пока!